Всем привет еще раз. Все, кто смотрит записи, тоже привет. Мы с вами поехали. Чем мы с вами занимались, я напомню. Я вам говорил в самом начале, что один теолог в 17 веке придумал такую молитву. Господи, помоги мне доказать, что ты есть. Мы с вами занимались вопросом, может ли оказаться атеизм и рациональным, а теизм и наличие Бога чем-то рациональным. То есть мы с вами ударились в базовые основы. О, Мила, привет, давно тебя не видел. Как дела? Супер. А у вас? У нас в квартире газ. У нас тоже супер. Значит, и вот этим вопросом мы решили заняться базами вообще. Что более верно, атеизм или атеизм? Сейчас буквально один момент. Так вот, мы с вами выяснили. Я здесь сделал некоторые картинки, чтобы было просто легче закрепить то, что было, потому что это было немножко так философски. С картинками будет попроще. Так, поехали. Эту презентацию я когда-то давал. Вот первое доказательство, которым мы с вами занимались, оно такое, на 9 из 10, я бы сказал, это космологический подход из причины-следствий. Рамбом писал, например, да, либо мир вечен, так считал Аристотель, он думал, что у мира нет начала, либо создан во времени, то есть имеет начало. Тогда он, без сомнения, имеет создателя, который создал его во времени. Вот, теперь смотрим. Оп, Хокинг. Известный такой математик, вот этот, знаете, такой в кресле-каталке такой. Про него сериал или фильм сняли. Значит, многим людям не нравится мысль о том, что время имеет начало, писал он. Может быть, потому что от нее недалеко до идеи божественного вмешательства. Сейчас мне надо выключить уведомление, и все будет совсем кошерно. Так, так. Значит, дальше. New York Times Мегаи писал о том, что сегодня ученые более остро чувствуют теологическое значение своей работы. Вот это очень интересная цитата, классная. Событие принимает чрезвычайно странный оборот. Неожиданный для всех, кроме теологов, всегда опиравшихся на слова Писания, что вначале сотворил Бог небо и землю. Для ученого, никогда не сомневающегося в могуществе разума, развязка должна напоминать кошмарный сон. Всю жизнь отдалевал он тернистые кручи науки. И вот заветная вершина близка. Еще усилие, и вступив на нее, то есть он достиг самого пика своего рационального развития, он видит на этой вершине компанию теологов, приспокойно сидящих здесь уже не первые столетия. Это про начало мира, да? Потому что ученые, очень интересно, да? С чем людям религиозным приходилось сталкиваться до этого момента. Вы, может, не знаете, но века до 19-го. Я не помню, почему на вершине теологии? На вершине теологии он говорит, потому что, вот это то, что я сейчас объясняю, потому что до начала чего? Даже до конца, по-моему, 19-го века общепринятой позицией научной было то, что у мира нет начала, и он вообще вечный в прошлое. Кроме, собственно, последователей авраамических религий, которые всегда следовали за тем, что у мира есть начало. И наука, долго развиваясь, она пришла к тем же выводам. И это то, что он говорит, что этот ученый, что джестро, это как раз который вот этот разлетающийся... Знаете, вот это то, что вселенная расширяется с ускорением. Они там это ультра какое-то синее смещение звезд, они там это вычислили. И он говорит, что мы неожиданно пришли к тем выводам, которые люди, которые верят в Тору, как, например, у них это убеждение было изначально. Это пара цитат. В принципе, то, про что... Мы просто с вами прогоняем то, про что мы говорили. В принципе, весь этот пруф, он заключался в том, что он заключался в том, что вот причины и следствия, что есть цепочка причинно-следственных связей, ничто в этом мире не движет само себя и не создает само себя, всегда должна быть первопричина. И эта первопричина, которая начинает вот эти кубики, например, двигать, порождая всю цепочку, она, во-первых, должна быть первой. И она отличается от всех остальных, потому что ее саму никто не толкает. То есть у нее как бы нету начала, нет конца. Это доказательство из цепочки причин и следствий. Это была первая тема, которую мы обсуждали. Ну вот, да, и топ-3 вещи, которые невозможно объяснить в рамках материализма. Это взрыв, появление живого из неживого и появление сознания. Это было первое. Второе – это из-за того, что мир сложный. Вот, и здесь интересная цитата, я вам тоже ее не говорил, там мы больше так научно смотрели, тут пару цитаток, каких еще будет. Это из Медраша Берешейтраба, сказал Равыцхак. «Путник увидел охваченный пламенем замок и спросил себя, как может так быть, чтобы не было у этого замка, следящего за ним и архитектора? И тогда явился ему владелец замка и сказал, я хозяин. Так и Авраам наш проотец спросил, разве может кто сказать, что у этого мира не было построившего его и надзирающего за ним? И тогда тот, кто превыше всех благословится, имя его, явился Аврааму и сказал, я хозяин мира». В чем здесь идея? Она как бы здесь не очень расшифрована, но Авраам увидел замок. Что такое замок? Это то, что мы с вами обсуждали, помните? Ты нашел часы в пустыне, можешь ли ты предположить, что они возникли случайно? Ты увидел эту ленту ДНК, и видео с вами смотрели. Там вероятность, что это могло произойти случайно, там это 0, 0 и сотни нулей, единица. Вот, еще что? Способность ДНК хранить информацию намного превосходит какую-либо из известных систем. Она настолько эффективна, что вся информация необходима для того, чтобы описать такой сложный организм, как человеческий, весит меньше, чем несколько миллиардных долей грамма. Информация, необходимая, чтобы описать все виды организмов, когда-либо существовавших на планете, может уместиться в чайной ложке. Еще останется место для информации, содержащихся во всех когда-либо написанных книгах. Тоже какой-то ученый. Смотрели мы с вами видео по ДНК, да, я вам показывал сложность. Еще немножко. То есть первое – доказательство из причины и следствия, и второе из того, что все очень комплексное и целенаправленное, служит какой-то полезной вещи. Все, что полезное и целенаправленное, оно не самоорганизуется само. Вот, например, там легкие, если их изнутри развернуть, их площадь как теннисный корт, сосуды, можно ими обмотать два с половиной раза землю по экватору сосудами одного человека. Глаз – это камера на 127 миллионов светорецепторов. Сердце перекачивает 6 тонн в день и делает вот столько, непонятно сколько ударов за жизнь. Вот столько у нас клеток в теле. Каждый из них дико сложный и состоит там еще из кучи всего. Мозг – самый сложный объект во Вселенной. Возможность возникновения человека случайно. Видите, вот эти степени. Ну, в общем, это очень много нулей, да, будет. Вот, про антропоморфные принципы говорили. Ну и вот это, помните, два снеговика стоят, и один другому говорит, что никто нас не лепил, мы сами случайно произошли из снежинок. Вот это, что я вам говорил про Боинг, это Нобелевский лауреат говорил. Скорее, торнадо, пронесшееся над свалкой металлолома, соберет из валяющихся там обломков Боинг 747, чем сможет человек возникнуть случайно. Взрывные печатные фабрики создал библиотеку. Ну, а, вот такой еще кто-то аргумент приводил, что, ну, кто-то из атеистически настроенных ученых, что как могло все у нас такое сложное, удивительное, и мозг там, не знаю, ну, весь мир образоваться случайно. Но вот если заполнить всю Вселенную, представьте себе, обезьянами, и дать им играть на фортепиано. Ну, играть они умеют, разумеется. Но если ты сделаешь миллиарды, миллиардов, миллиардов этих обезьян по всей Вселенной, они будут заполнять всю Вселенную, то одна из них случайно в итоге сыграет Моцарта. Ну, примерно такие рассуждения там были. Во-первых, это сомнительно. Ну, то есть, на рандоме она вдруг сыграет симфонию какую-то. Вот, примерно такова вероятность возникновения. Ну, а то есть все остальные шансы и вероятность, то есть все остальные мартышки, которых миллиарды, они этого не сыграют. И вот такова вероятность, что мир он да кем-то создан. Ну, понимаете, да, то есть это не может произойти такое сложное событие случайно. Ну, я приводил тоже пример вот этого черниль YouTube, что откуда взялся этот текст. Он говорит, да, я просто черниль лицо опрокинул, вот текст появился. Примерно так выглядит, если трактовать мир, как, что он возник случайно, человек возник случайно, клетки и так далее. Это третье, я не буду вам рассказывать, не хочу. Историческое. Давайте быстренько его пролетим. Этого не было у нас. Это историк известный. Если сегодняшний историк оказывается в долине Хеврона, он невольно задается вопросом, где они, те люди, которые когда-то здесь жили? Где хна-не-тяне, наверное, эдомиты? Где они, древние элины и римляне, византийцы, франки, мамилюки и турки? Все они канули в бездну времен, а евреи по-прежнему здесь, в долине Хеврона. Судьба еврейского народа с точки зрения материалистической судьбы это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. В общем, это доказательство из-за того, что евреи, а, всю историю утверждают, что они народ бога и с богом как-то связаны, а, б, то, что они выживают, нарушая все законы статистики, будучи потрясающе малочисленными и находясь в совершенно необыкновенных условиях выживания, они все-таки и выживают, и процветают. И нобелей, тоже евреев, во сколько там, я считал, я забыл, во сколько? В сто раз больше, чем социалистически должно быть. Что-то такое. Это из истории еврейского народа. Это очень интересно. Евреям не надо объяснять, почему страдал еврейский народ, зато нельзя обычным образом объяснить, почему еврейский народ выжил. Это такое, как бы, доказательство, ну, то есть это не сказать, что оно, то есть если первые доказательства, они такие более, как бы, философские, научные, скажем, это оно такое историческое, но оно тоже классное, его вы услышите часто, поэтому я не буду в него сильно углубляться, вы еще не раз его услышите. Доказательства из морали и свободы выбора мы разбирали с вами в прошлый раз, там мы просто очень сказали, что если идти за материализмом и за атеистической, материалистической точкой зрения, то получается простая вещь, что существует только материя. Если существует только материя, то все мысли, чувства и все, что происходит у тебя в голове, это следствие материальных причин и следственных связей. Значит, что свободы выбора нет, я нет, это иллюзия. То, что ты думаешь, что ты что-то чувствуешь, что ты что-то выбираешь, что ты выбрал, кто тебе будет там, что ты выбираешь свою судьбу, ты делаешь выборы решений, убить, не убить, своровать, не своровать, на ком жениться, в какой магазин пойти, это все глюк молекул. И к тебе, в принципе, никакого отношения не имею. Что-что? Что такое материя? Еще раз. Что такое материя? Что такое? Последнее слово не слышу. Материя. Материя? А ты как думаешь? Я не знаю. Ну, материя, мы сейчас разберем это поподробнее, как раз сегодня. Но вообще материя, ну, по-простому, ну, материя, материальные объекты. Все, что материально, ну, вот, компьютер передо мной материальный. Все, что можно потрогать, увидеть, пощупать. Ну, вот материальные, вот у Хана в очках, вот материальные очки, вот, например, да. Вон у Сани Хуан, тоже материя. Ну, не, это духовная сущность, я думаю, в принципе. Вот. О, Бенни, здорово. Значит, так. Ну, вообще, мы сейчас дальше будем говорить про материю. Значит, идем дальше. В общем, это мы с вами разобрали в прошлый раз. Я не буду сильно в это углубляться. есть доказательства из сознания. Проскочим. Подсознание. Вот это мы разберем сегодня. Ну, давайте сейчас такое. Я это сейчас расскажу, а потом просто скажу, где это будет находиться. Что такое, например, зрение, слух и обоняние? Знаете, вот, может, Сара подробности какие-то расскажет, но я просто смотрел много видео про это. Знаете, как мы видим? Это же трэш вообще удивительный. У вас там 127 миллионов значит, световых датчиков в глазу, которые, в принципе, друг с другом никак не связаны. Потом все это передается в нервные эти самые, ну, клетки, такие длинные клетки. Самое удивительное, и это в итоге вся картинка превращается, в смысле, вот этот пучок света, он превращается в электричество. Просто, просто в обычное электричество. А там, где две эти молекулы, фу, клетки соединяются, там это называется синапсы, и они там разъединены, и вот в этих, это все происходит за доли секунды, а там, где они разъединены, как там электричество передается, там это превращается в химические элементы, которые пролетают, вот это расстояние, в новой клетке опять превращаются в электричество, так проходит электричество, в очередном синапсе опять превращается в химические элементы, и опять превращаются в электричество. А видим мы в итоге, знаете, чем? Сейчас я не туда это положил, вот сюда надо. А видим мы, в общем-то, той частью, где темно и ничего не видно. При этом там есть только клетки и нейроны. Там нету человечка, который сидит и смотрит. Понимаете? То есть кто видит, тоже не очень понятно. Это еще Греков очень заботил этот вопрос. Теперь точно так же слух, обоняние и так далее. Это все одинаковое электричество. Каким образом вот это все превращается в то, что воспринимаемый нами мир? То есть электричество идет, это ученые знают. Но почему мы видим цельную картину мира, ощущаем я, видим, чувствуем и так далее, именно в такой форме, на это, в принципе, у науки нет ответа. И, наверное, технически, я думаю, что его не может быть. Так, окей, это просто я затравил чуть-чуть на то, что будет дальше, потому что это здесь в презентации. Вот это очень интересно, я люблю под десятым цифрам. Как объяснить благоговейный трепет перед закатом или стремление к большему, например, с материалитической точки зрения. Почему порожденная взрывом жена обиделась? Зачем молекулы ищут смысл жизни? Почему стыдно прожить бесцельно? Почему миллиарды лет тебя не было, а тут вдруг кусок молекул, он решил, что это я. И у меня есть мои цели, стремления. Ну, просто кусок мяса вдруг, какой-то такой рандомный. Он вдруг решил, что вот это я. Я кого-то что-то люблю, Моцарт мне нравится, значит, кто-нибудь другой не нравится. Как всплеск энергии породил разум, науку и творчество? Почему молекулы изучают самих себя? Почему молекулам нравится музыка? Зачем им хотеть жить? Зачем им этика и мораль? Как случайно обсуждают направленное? Зачем эти куски молекулы идут на самопожертвование? Ну и так далее. Много таких вопросов можно задать, которые достаточно риторические. И в них во всех очень чувствуется, что просто грубоматериалистическая точка зрения не очень реальна. Значит, коды я вам не буду сейчас рассказывать. Вот. А вот это мы пройдем, может быть, сегодня позже, а может быть, на следующем занятии. Это одно из моих любимых доказательств. Оно будет очень простое, самое понятное, потому что в прошлое были, может, такие. А это из выгоды просто, из эгоистической выгоды. Почему Тору соблюдать выгодно, даже если ты не уверен, что... То есть это для тех людей, знаете, есть такие пассивные нигилисты такие, знаете, такие... Знаете, что вы мне тут доказываете, что вы мне рассказываете, рационально-нерационально. Мы сегодня вообще в постмодерне в таком живем. Не заливайте. Истина у всех своя. Ну, у любого такого человека, у них всегда, ну, даже у этих людей, у них работает, ну, простой принцип, что... Что такое нигилизм? Еще раз, еще раз. Вопрос, да? Что такое нигилизм? Нигилизм – это позиция такого пренебрежения ко всему, цинизм, нигилизм – это, то есть, ну, пренебрежительная такая, то есть, ничего не имеет особо значения, смысл все себе в жизни определяют сами, моя жизнь, мои правила. Ну, такой вот такой подход, такой вот нигилизм. Пофигизм, скажем, назовем так. Вот. И вот это будет очень интересный пруф, он прям на эмоциях, очень простой, будет очень понятный, и я его прям очень люблю. Это пруф очень простой, что даже для такого человека, который вообще не уверен, что что-то можно доказать, он вообще не уверен, что там Тора правда или Бог правда, что даже в рамках мышления такого человека соблюдение того, что дал Всевышний, это ему даже выгоднее, чем этого не делать. Вот. Это будет увлекательно. Значит, теперь я хочу перейти к теме, которую мы сегодня обсудим. Пока же я уберу эту презентацию. Ну, давай сохраним. Вот. Значит так. Теперь я хочу заняться такими вообще еще более в каком-то перед этим 13 пунктом, который будет интересный. Может в этот раз, может в следующий, посмотрим. Хочу заняться вообще базовыми такими вещами. Это значит, что реальнее вообще? Вот материя, ну вот материальные объекты, вот стаканчик материальный. Или духовный мир, духовность как бы. Вот идеалы, добро, вообще добро есть вообще в мире. Ну, вроде бы это просто люди, можно сказать, что люди просто совместили все добрые действия и назвали это как бы общим словом добро. Но в принципе добра не существует. Нет такой вот как бы объективной вещи в мире, как добро, но ее как бы никто не трогал ни разу. Не существует такой вещи, да? Ну, вроде бы. А вот есть что? Вот телефончик, он есть. Ну, вот реально, ну вот он включается, выключается, можно там, вот чувствует, да? Бьет больно. Он есть. Вот. Таков был подход кого? Подход науки был такой до 20 века. Именно такой. Что весь мир объективно существует. Мы можем его объективно исследовать. Хочу исследовать, я не знаю, почку, да? На почку. Почка, она всегда есть, она, ну, может, одной не будет, но она, в принципе, как бы всегда есть, у разных людей есть, работает плюс-минус одинаково. Когда ты не смотришь на почку, она тоже там. И слоника ты также можешь изучать. Он как бы, слоны действуют одинаковым образом. Они существуют, они действуют. Если все кенгуру прыгают, то, наверное, вот это вот кенгуру тоже прыгает. Ну, вообще, все объективно, как бы, вот те правила, по которым мы все привыкли думать. Вот такой был подход у науки до 20 века, в 19 веке, после дарвинизма, эволюции всего вот этого максимально материалистического движника. Теперь я хочу показать вам, что вот эта позиция, к которой мы очень... Мы привыкли, что вот я это вот, да, ну, тело, типа. Ну, то есть, вот комната. То есть, мы привыкли к этим вещам как к реальным, а духовные миры, там, я не знаю, даже какие-то там, вы что-нибудь возьмите, сферот или там добра, не знаю, милосердие, гостеприимство или тем более бог. Это что-то, какие-то облака такие иллюзорные, которые непонятно, и субъективный мир человека, его чувства. Это что-то такое, какие-то мысли его, это какие-то облачка такие непонятные вообще. Ну, что-то, какой-то пар какой-то, то есть, в лучшем случае непонятное что-то. Вот, как бы, такое примерно ощущение, в принципе, ну, большинства людей присутствует. Теперь я хочу вам показать, что мир наш, он по-настоящему в нем, вот это все духовное, то, что нам кажется таким каким-то не очень ощутимым, оно намного более реально, чем материя. Вот с материей как раз появились большие вопросы. Вот, мы с вами займемся философскими темами, тем таких, ну, в принципе, совсем несложных. Мы с вами займемся, что такое форма и материя. Это будет, я думаю, просто и быстро, откуда они берутся и что это такое. Потом органы чувств и как они нам выдают то, что они выдают, а потом квантовый эксперимент. И вот тут прям должно, кто поймет, о чем будет речь, тут прям должно вообще вынести в астрал и порвать мозг полностью. Вот. Саня, ты готов? Я готов дополнять даже, я тебе больше скажу. Спасибо, Сантилла, я надеялся на твою поддержку. Боже, Саня, что бы мы делали в себя? Меньше радовались и улыбались бы. Да, лихаем. Значит так, форма. Смотрите, форма, да? Что такое форма? Вот объект, да, видите, телефончик. Объект. Вот его форма, он какой-то прямоугольный, значит, я вижу здесь экран, камеры, камеры, какой-то там, ну, в общем, все знают, форма, да? Как мы определяем любую вещь? Вот градусник. Мы все вещи определяем в этом мире по форме. Airpods, да? Вот у него форма определенная, мы видим форму и понимаем, о, ну вот определенная вещь. Теперь вопрос простой. Эта форма существует объективно или она существует у нас в голове? Ну вот мы видим объекты, да, вот они, вот реально объект, вот его форма. Мы привыкли, что он всегда такой же, и все его видят так же. То есть вроде бы это кажется, ну, кажется же, да, ну, типа объективно, но это реально существует. Ну вот он, вот он, объект, вот он такой, вот он, его форма. Ну, все же понятно, да? Правильно? Понятно? Пока понятно все же? Спрашиваю. Вот. А теперь вот интересный такой мысленный эксперимент давайте проведем. Человек, который первый раз в жизни видит китайские палочки. Он, все, что он о них поймет, он поймет, что это палочки, потому что до этого он, в принципе, видел палочки, и он знает, что из дерева обычно палочки. Но он никак не узнает вообще, что это за палочки, и для чего они нужны. Также любой неопределенный и неизвестный для вас, то есть прикиньте, там, я не знаю, вот пульт от телевизора показать человеку 100 лет назад. Для него это просто НЛО, для него это просто черный вот такой прямоугольный квадрат какой-то с разноцветными кнопками. Но он не ловит форму и не ловит это, ну, он не понимает, что это. И для него эта форма, она как бы такая, знаете, в разрешении 240, он еле понимает, то есть он не понимает, что это. Теперь это как бы одно такое рассуждение. То есть форма, она, в принципе, есть у нас в голове. И если она уже в голове у тебя подзагружена, и у тебя есть наборы форм, я вот видел палочки, да, и я вот тогда понимаю, что это палочка, но я не понимаю, что ей едят. Если я видел, что ей едят, я тогда, то есть мы совмещаем формы, и тогда мы понимаем какую-то следующую вещь, можем понять. Но если нету подзагруженных форм изначально, то человек не понимает, что это. И делали вот как раз такой медицинский, так сказать, эксперимент. Сейчас один момент, я до него дойду. Был один человек, у него, ну, периодически, вы знаете, делают операции по восстановлению зрения. Когда это делали детям, ну, там, в возрасте, а-ля, там, 3-5 лет, они постепенно, ну, в общем, они начинали различать предметы и учились видеть. Знаете, ребенок, да, у него вообще сначала там все перевернуто, и там какой-то вообще балаган, хаос. Вот, а что самое интересное, один раз такую операцию сделали мужчине, которому было 40. Вот. И очень интересно, что же с ним дальше было. Он не научился различать на взгляд, ну, то есть на ощупь он умел. Он взглядом не научился различать лица собственных дочерей, отличать их друг от друга, ну, всю свою жизнь. Вот. То есть он так и не научился, то есть при том, что зрение у него было 100%, это не то, что у него там было минус 158 зрения. Он просто, он не научился различать формы, потому что изначально в тот период, когда они еще быстро подзагружаются тебе в мозг, и ты их ловишь, они уже у него не подзагрузились. То есть получается, что если формы у тебя нету, а, или, например, вот еще лучше, да, почему-то это сюда не написал. Стол разобрать. Как мы знаем, что это стол? Потому что у него вот эта столешница, четыре ножки. Потом ты отрываешь ножки, и у тебя это уже не стол, у тебя это уже ножки и доска какая-то, да. И так дальше. То есть эти формы, в принципе, в итоге, но потом ты те же самые вещи соединяешь, обратно присоединяешь ножки, и оп, у тебя уже форма. Но вещи-то те же самые остались. Получается, что форма, она создается у нас в голове, потому что это те же самые отдельные ножки и столешница, но мы в голове создаем эту форму и придаем ей смысл стола. То есть вот эта вроде бы объективная мега-вещь, которая форма, она по-настоящему находится у нас у всех в головах, она у нас плюс-минус одинаковая, потому что мы живем как бы в одной среде, но, в принципе, она существует в голове. Если у тебя нет в голове, то прям в таких крайних случаях ты даже не научишься видеть визуально вообще. Ну и ученых я когда-то читал, что если бы мы увидели какой-то вообще инопланетный объект, ну вот просто... То есть всех инопланетян их делают по-человеческому какому-то, да, инолошников этих, ну они как бы на человека как-то похожи обычно. И это все, оно как бы... или инопланетян делают больших таких, они как грибы какие-то, я не знаю. Если бы, они говорят так, что если бы мы увидели что-то, что мы принципиально не видели никогда и сравнить ни с чем, возможно, что мы бы даже не могли вообще увидеть эту вещь. Это было бы как пятно для всех. Вот так. Вот то есть форма, она в первую очередь существует. Вот эти все формы, которые мы видим и различаем, это не как бы вот это я предаю и мы все предаем этому, что это стакан и форма стакана. Но в реальности это как бы еще вопрос, как видите. Вот. Дальше материя. Материя-то просто. Ну вот стол состоит из чего? Из дерева. Потом мы его делим там до... Ну делим. Потом получаются опилки. Еще делим дальше, там начинаются молекулы, делим дальше там какие-то атомы. И вопрос, который возникает сразу, что это... Ну, а где конец? То есть материя-то что? То есть мы говорим там, окей, материя-то молекула. Но ты смотришь, это же не материя, она же из чего-то состоит. Там протоны, нейроны, электроны всякие. Ты это все делишь. Там получаются еще отдельные частицы. Ну, а потом ты берешь ножичком его, как сыр, как маслице режешь, так чик, а там еще, значит, что-то получается. В итоге там кварки. В общем, шарики всякие, да, все меньше и меньше шарики. И в итоге вопрос, а насколько можно делить? Что такое материя в итоге? Вот эти шарики в итоге, ну, что материю-то всю составляет? Вот этот песок, из которого все состоит, самый микроскопический. Это что? Что будет, если найти самый маленький кусочек, который есть, и его поделить еще? Как вы думаете? Вы когда-то думали об этом? Я думаю, есть какой-то последний неделимый. Неделимый, ты думаешь? Вот. Значит, это еще и Эйнштейн этим занимался. В общем, этот ответ известен давно. Но на базовом уровне все энергия. То есть, а энергия это что? Это материя без формы. Это просто... То есть, в итоге мы переходим с вами к тому, что духовный мир, ну, к чему я как бы все подвожу. Духовный мир, он намного более реален, чем материальный. И, как следствие, мы с вами получаем отсюда вывод, что Тора – это что-то намного более реальное, чем все остальное, что мы можем себе представить. Ну, сейчас мы пойдем дальше по пунктам. То есть, материю мы уже чуть-чуть растворили. Мы узнали, что она у нас находится больше в голове, чем в самих предметах. Если она не подзагружена, то мы даже не понимаем, что это. Материи, как таковой, ее нету... Ну, то есть, потому что все можно делить до бесконечности. А в итоге энергия, то есть, энергия – это не материя. И как бы вот и материя как бы поплыла. А дальше вот органы чувств мы уже с вами тоже разобрали. А как мы, собственно, воспринимаем... Чем мы воспринимаем вот эту форму и материю, вот это все? Чем мы воспринимаем органами чувств? Вот я, значит, шлепаю, чувствую, что, значит, вот здесь что-то есть. Вот я слышу, значит, звуки этих шлепков. Вот вижу там свое изображение глазами. Пять органов чувств. А как они работают, мы уже с вами узнали. Они уже тоже поплыли. Это пучок несвязанных световых, например, если зрение этих колебаний, ну, в общем, света, да. И их там 127 миллионов этих светлячков, хаотичных, перевернутых, и у ребенка вообще бесформенных, которые превращаются в электричество, в химию, в электричество, в химию, так миллионы раз, а видим мы в затылке, в котором темно. То есть получается, что здесь барабанная дробь, человек никогда не видел мир. Ну, то есть мы никогда не видим, не соприкасаемся, собственно, с миром. Мы соприкасаемся только с тем, как наш мозг его субъективно интерпретирует. А интерпретировать его можно по-разному. Летучая мышь, она видит ультразвуком. Цвета можно видеть спектра намного больше или намного меньше. Звуки, да, это вот эти колебания. Они превращаются в точно такое же электричество, как и зрительное. То же самое электричество. Прикиньте, если уши подсоединить к этому, к визуальному центру, а глаза к аудиальному, вообще, какой бы жесть мы тогда видели, интересно. Вот если видеть звуки, как вы думаете, чтобы это было? Есть такие эксперименты, какие-то ученые пытались это визуализировать, это очень интересно. А при даровании Тора написано, что евреи, там, в общем, весь мир, поскольку Бог раскрылся в открытом виде, и вся материя как раз поплыла полностью, и они увидели, что за материальным миром находится мир, реальный мир духовности и мир Бога, там написано, что они видели слышимое и слышали видимое. То есть там они попали в такой вот астрал над миром, когда как раз все, что мы с вами сейчас обсуждаем, оно вот так вот поменялось. Значит, то есть в итоге кто делает картинку, это мы не видим нереальную картинку, мы видим только то, как наш мозг субъективно это интерпретирует. В итоге форма, она есть субъективно, материи как таковой нет, есть энергия, она вообще ее не потрогать. А то, чем мы и форму, и материю воспринимаем, оно все тоже есть в нашем субъективном, духовном, идеальном, скажем, не особо материалистическом мире, потому что в голове есть только нейроны. Нейроны – это просто куча этих, скажем, электростанций. Но если соединить очень много электростанций вместе, то эти электростанции вместе не решат, что они личность и, значит, начнут любить гамбургеры и строить цивилизации. Они будут электростанцией. И еще стремно вообще думать, что я, например, и камень какой-то состоим из одних микроэлементов. И почему тогда я могу думать, у меня есть там какая-то идентификация, а у камня нет, но это же не могло так создаться. Это как игра в Майнкрафт, когда из одинаковых кубиков мы строим разные предметы, нам так кажется тупым. Но по сути мир создан так же. Все же создан из одного. И почему я, например, могу разговаривать, а камень не может разговаривать? Почему мне что-то же меня наполнило этим? Да, да, мы состоим из одной и той же таблицы Медилеева. В принципе, вот это тот пруф из сознания, который я частично приводил. Он вот твой вопрос, его как раз и подчеркивает очень хорошо, что я видел, например, вот как на глазах, на моих один человек, он ушел. И для меня вот это было настолько явно, что, ну, то есть, это было для меня вот просто вот я увидел это, вот, ну, вот я видел это, что вот жизнь, а вот просто материальные объекты. Что это не одно, то есть, что человек, это не тело, это соединение. То есть, что это носитель, жесткий диск, на котором записано что-то идеальное, духовное, божественное. Потому что, ну, потому что технически я от телефона своего, по составу, как бы, ничем нет. Моя из одних и тех же атом. Но почему-то он не думает, что он личность, а я думаю. Я чувствую, я переживаю. Не знаю, Хуан мне нравится там, а кто-то мне не нравится. Я не знаю, да, то есть, у меня есть вот этот весь внутренний, субъективный мир, который, а объяснить это можно только одним образом, что кроме материального есть что-то еще. И что я сейчас показываю, что оно как раз намного более реально. И мы с вами переходим торжественно к квантумовому эксперименту, который это прямо ржет нам окончательно. И у нас с вами мир Тейры станет чем-то очень интересным. Сейчас я раздаю экран. Тут видосик на 3 минуты. С первого раза не поймете, но я вам сразу его объясню, и вы сразу все поймете. Значит, демонстрация экрана. Есть. Есть, да? Сейчас вот так еще красиво сделаем. Пожалуйста, помогите. Оп, оп. Вот так. Поехали. Внимательно. Понятно, да? Любой материальный мячик вы берете, делаете вот так вот. Две прорези, стреляете этими мячиками, и они на задней, ну, на задней этой считывающей панели, они вам будут вот так вот две полоски показывать. Паузу такую, да? Это все материальные объекты вот так вот. Ну, просто физика, то есть ничего сложного. Теперь дальше, да? Как будут работать волны? Волны воды, волны света, неважно. ...себя поведут волны. Волны прошли сквозь прорезь и распространились, ударяя экран с наибольшей силой строго. Вот здесь, видите, волна, да? Она вот здесь вот, ну, вот, где она идет прямо, она сильнее, и вот здесь в итоге идет такое плавное распределение, что вот здесь сильнее, здесь слабее, 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 слабее. Вот так работает волна. Вот, то есть если материальные объекты, они выдают вот такие четкие, как бы, эти штуки, волна, она делает вот так вот. Здесь как бы свет, ну, удар больше здесь, и он вот так вот плавно разослабляется. И не прорези. Яркая полоска на экране похожа на полосу в первом эксперименте с твердыми шариками. Но когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто иное. Если вершина одной волны встречается с вершиной другой, то они гасят друг друга, и на экране мы... Вот, то есть теперь, когда мы делаем две щели, ну, просто, опять же, кругами вот так идут волны, и там, где они пересекаются, там они сильнее. И поэтому, видите, там, где они пересекаются, там получаются сильные полосы, а там, где не пересекаются, они как-то друг друга гасят, да, и получается, что там нет удара. И в итоге получается вот такое вот, ну, вот изображение, как вы видите, такие много полос, если две волны пустить. Интерференционный узор из многих полосок. Таким образом, если мы пропускаем твердые шарики через две щели, то видим две полоски. А вот с волнами мы видим интерференционный узор из многих полосок. Пока все понятно. А теперь давайте посмотрим на кванты. Фотон — это очень маленькая частица света. То есть, что они берут, опять же, они берут вот такие же шарики материальные, которые точно такие же шарики, как если бы мы делали этот эксперимент с шариками из пинг-понга. И точно так же их пуляли. Мы выбрали самые маленькие шарики, ну, то есть, фотон света — это такие микрошарики. И что получилось? Пропустим фотоны через одну щель, то увидим одну полоску на экране, как и в случае с твердыми шариками. Но если мы пропустим фотоны через две щели, то ожидаем увидеть две полоски. Но нет. Каким-то мистическим образом на экране появляется интерференционный узор из многих полосок. Это ведь невозможно. Физики долго ломали голову над этой загадкой. Они подумали, быть может, эти маленькие шарики бьются друг от друга, из-за чего отталкиваются в разные стороны и поэтому создают интерференционный узор из многих полосок. Тогда физики стали выстреливать по одной микрочастице друг за другом, чтобы не было ни малейшего шанса их взаимодействия. И вот тут у ученых случился когнитивный диссонанс. Вскоре на экране вновь появился интерференционный узор, нарушая все законы физики. Как же так? Как элементарные частицы могут создавать узор словно волны? Ведь их выпускали по одной. Этого никто не понимал. По логике, получалось, что частица будто разделялась надвое, проходила через обе щели и ударялась сама о себя. Физики были полностью обескуражены этим. Они решили подсмотреть, через какую щель частицы проходят на самом деле. Вот, то есть это до этого момента, это уже, ну, совершенно не... То есть я вам объясню, что произошло в данный момент. Это получается, что, когда мы делаем одну... Ну, как бы вам на пальцах это объяснить? Вот есть материальные объекты, а есть волны. Это как, я не знаю, черные и белые, как огонь и вода. Я не знаю, как хотите, да? Теперь мы просто меняем количество щелей, и у вас вода становится огнем. Вот, мы такого, как бы, в мире не наблюдаем. То есть это абсолютно, ну, в зависимости от того, от условий эксперимента, получается, что у нас меняется сама вещь, что, в принципе, невозможно. Но дальше произошло, это как бы, ну, уже просто абсолютно взрывает мозг. Но дальше вещь, которая должна взрывать мозг окончательно. Они поставили измеряющий прибор возле одной из щелей и выпустили электрон. Но в квантовый... Они решили проверить, через какую же щель он пролетает, чтобы понять, как этот рисунок может появиться. И поставили туда, значит, измерялку. И что получилось? Они больше мистики, чем ученые могли себе представить. Когда они начали наблюдать, частицы снова стали вести себя, как маленькие шарики, и произвели изображение двух полосок, а не интерференционный узор из многих полосок. То есть, сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит через одну прорезь, а не через две. Электрон решил повести себя иначе, как будто знал, что за ним наблюдает. Наблюдатель разрушил волновую функцию частицы лишь только фактом своего наблюдения. То есть, в общем... Давайте теперь я вам это объясню, что вообще произошло. В общем, получается история такая. То есть, у нас есть частицы, которые ведут себя, то она выглядит, как хомяк, то как слон. Но потом самое интересное, что когда ты пытаешься выяснить, это хомяк или слон, то когда на нее сознание, некая личность смотрит на него, он перестает вести себя, как слон, и ведет себя только как хомяк. Или наоборот. То есть, получается, что... Ну, точнее, он превращается в Хогвартс просто, магия, понимаете? То есть, мы в этом мире живем. Эта вещь превращается в принципиально другую вещь. Причем ты ничего с ней не делаешь, ты просто смотришь. То есть, сам факт наблюдения меняет структуру вещей на самом микроскопическом уровне. Это взорвало мозг конкретно всей науки, и вот в тот момент уже полностью на научном уровне. То есть, получается, что нет объективности исследования даже на самом микроскопическом уровне, поскольку результат зависит... Мы думаем, что жираф, он жираф, даже когда он сейчас по Африке гуляет, вот ты его гладил вчера, например, жирафом, потом улетел себе обратно в Киев. Но жираф этот же там же гуляет, правильно? Вот на самом микроуровне этот мир получается, что вообще не обязательно, что этот жираф там гуляет, а может быть, это слон. Чуть-чуть, да? Так удивительно немножко Хогвартс, да, получается? Значит, получается такая история. Реальность меняется в зависимости от того, наблюдаешь ты или нет. Еще раз? Еще раз. Можно еще раз проживаться? Я не поняла. Я сейчас еще примеры приведу, будет, я думаю, понятнее. Вот давайте, например, да? Это компьютерная игра, вот есть карта, например, в том же GTA, из-за этой пределы карты ничего не существует, а есть только вот эта реальность, в которой ты находишься. Ну, как бы, ты видишь только то, что, как бы, вокруг тебя, а вот то, что... То, что позволяет тебе процессор, короче говоря. Да, да. Но, нет, вы понимаете, здесь еще интереснее. Здесь, как бы, это про то, что был как раз у Нильса Бора, который вот этим в основном занимался, с Порсой Эйнштейном. В итоге у нас получается немножко, как в компьютерной игре. Вы знаете, в некоторых играх, когда ты там отворачиваешься, сзади у тебя картинка не прогружается, а потом ты поворачиваешься, она так начинает прогружаться. Вот из этого эксперимента получается, что наша материальная действительность, она, в принципе, такая же. И, ну, может, не прям такая же, но чем-то похожа, что если есть наблюдатель, то она, как бы, существует и действует одним образом. А если его нет, то она действует другим образом. У них был такой диалог, что, мол, ты что, считаешь, что... Там, а есть ли Луна, когда мы на нее не смотрим? Он на него спрашивал. Там один другому говорил, что... Ну, это невозможно, это, как бы, рушит всю объективность науки, Бог не играет в кости. А Нильс Борнштейну ответил, что не говори Богу, что ему делать. Вот. Значит, какие-то примеры теперь. Что из этого эксперимента? Это вот так на пальцах я попробую, да, как бы... То есть, если вы хотите его понять, вы залезьте, еще послушайте, почитайте, посмотрите. Но вот, в принципе, что из этого эксперимента получается, это то, что ты, например, выпустил пулю, да? Вот если перевести с микромира на наш мир, то ты не знаешь, куда она прилетит. Потому что вероятность большая, что сюда, но еще может и сюда, а может вообще за 300 километров отсюда прилететь. Ты кинул мяч, и ты не знаешь, куда он прилетит. Ты хочешь наступить другому человеку на ногу, но попасть не можешь, потому что, ну, как бы, вот так материальные объекты себя ведут. Значит, когда ты смотришь на ногу, это нога, а когда не смотришь, это слон. Подождите, а можно предложение? Например, если я поставлю камеру на Луну, из дома будет смотреть на компьютере. Да. Получается, как бы я же... Получается, она тогда, скорее всего, тогда она, ну, с этой точки зрения, она будет, потому что это будет наблюдатель. Anyway, как минимум, изображение Луны Луна выдаст. С Луной тяжелее, потому что на Земле очень много людей, и кто-то в какой-то момент за ней по-любому наблюдает. Мы не можем, ну, типа, сложно представить, что ее нет. А для других она прорисовывается? Давайте, в общем, вот именно конкретно в это не будем углубляться. Это вам просто вброс такой на подумать. Ну, это реально, надо над этим экспериментом подумать. Я, как бы, лет, наверное, 6-7 с ним сталкиваюсь. Я понимаю, что с каждым годом он мне взрывает мозг все сильнее. То есть, может, это не с первого раза, но я вам, как бы, объясняю примерно, да, в общих чертах, что он обозначает. Что, например, когда ты заказываешь билет на самолет, да, это самолет, а проходишь по трапу и оказываешься в баре в Хельсинки. Вот. Бьешь по теннисному мячу, он делится на два, бьется сам об себя и прилетает в другое место. Хочешь нажать на иконку инсты, попадаешь только с пятого раза, потому что она не в определенном месте, а с вероятностью 40% она, значит, в середине экрана, с вероятностью 30% она по бокам экрана, может быть, она вне экрана, а может быть, она вообще где-то во вселенной, тебе надо нажать непонятно куда. И поэтому, то есть, она как бы непонятно где. То есть, материя плывет просто. И это все, вот эти все примеры, это не Хогвартс, это реальность, в которой мы живем, причем на самом базовом уровне. У нас получается, что наблюдатель, субъективный мир наблюдателя, это то, что мы живем не в объективной реальности, а наш субъективный мир, это есть то, что создает реальность в первую очередь. То есть, реальность показывает нам только то, что ты хочешь в ней увидеть, и то, какими измерительными штуками ты меряешь. Очень интересный моральный урок из этого, он как бы известен людям Торы изначально, что, в принципе, ты видишь в других людях те хорошие и плохие качества, которые есть в тебе, и ты ценишь в других людях те, которые ты ценишь в рамках собственного восприятия, и раздражают тебя в других людях то, что ты в себе не хочешь принять. И ты, в принципе, в окружающем мире видишь только то, что как-то касается самого тебя. То есть, если вокруг тебя ты считаешь, что люди подлые и нехорошие, говорят гадости и так далее, не факт, что в этом нет какой-то объективности, но в первую очередь это говорит больше о тебе, чем о любви. Всегда. Твое мнение о книге, о статье, о лекции Эйтана. Это всегда больше говорит о тебе, чем об Эйтане. А лекция у Эйтана замечательная. Вот. Вывод такой из квантового эксперимента основной, но не будем. Значит, ты можешь увидеть только то, что заранее решил, и не можешь, получается, даже на уровне физики, на самом микроуровне, исследовать объективную реальность. Вот такая интересная штука получается. То есть, все создается в субъективной внутренней духовной реальности человека, которая не является материальной. И ты наблюдаешь не внешний мир, а как раз ты наблюдаешь вот эту больше свою собственную субъективную реальность. Они не могут менять свое состояние, то есть и движение под влиянием волн от воздействия электрокамеры, например. Потому что там же тоже процессы. То есть, на них действует другое поле, и они меняют... Кто они? Ну, клетки эти, которые через две дырочки проходили, или через одну, когда камера включалась. Еще раз вопрос, не могут ли они что? Ну, то, что вот камера, которую они поставили, наблюдает за вот этими частиками света. Да. Может, она могла повлиять, но не грубо говоря... То есть, электромагнитное поле, оно же излучает определенное? Этот эксперимент проводили безумное количество раз при любых условиях. То, что он проведен правильно и дает всегда одинаковые результаты, про это в научном мире сомнений нет. Там есть вопрос, как конкретно его интерпретировать. Самая авторитетная интерпретация называется Копенгагенская интерпретация, в принципе, которую я вам сейчас и рассказал. Ну, то есть, как вот это вообще, что это все может значить, что электрон становится то волной, то материей. Вот. И то, что... Вот цитаты, которые я вам уже читал, я думаю, здесь хорошо закончить на ней. Это вот тут целая куча, значит, этих квантовых... Квантовых ребят. Теперь мы начинаем понимать, что квантовая механика может исключить любую возможность существования реальности, независимой от сознания. Она уже запретила любую реальность, похожую на наше обычное представление такое. В общем, первая мысль, что реальность полностью зависит от сознания, а не реальна сама по себе. И вопрос, есть ли она, если наблюдатель за ней не наблюдает. А второе, это то, что... Сейчас, это подразумевает, что нужно отказаться от любого такого реализма, который мог бы мне понравиться. И, наконец, с открытием квантовой механики в 925 году... У нас получается, что разум не является производным от материи, а скорее является создателем иллюзии материальной реальности, что на самом деле в противоположность воззрения материалистов является правдой, известной с открытия квантовой механики. Тогда теистический подход, что есть Бог, есть мир идеальный, в человеке есть душа, есть что-то внематериальное, как раз которое первично и мощнее, чем материальное. Вот этот теистический подход на наше существование становится единственной альтернативой материализму. Вот. То есть, вывод простой здесь, что объективно не материя материальный мир, а идеальное духовное внематериальное, и к чему эти рассуждения, в принципе, все должны... В общем, у нас с вами... Мы с вами сначала все повторили, потом мы с вами пустили по ветру форму, материю, восприятие органов, чувств, и через квантовый эксперимент пустили вообще всю... Вся реальность поплыла. В итоге у нас остается только то, что реально и действительно существует. Это вот это человеческое сознание, которое первично, и оно, в принципе, в первую очередь и создаёт всю действительность. Как следствие, это очень тоже мощный такой пруф, очень мощное рассуждение в сторону божественной природы этого мира и божественной природы человека, в сторону божественности Торы и всех из неё вытекающих. Вот. И последнее, это то, с чего мы начали, что сложнее всего это не рационально понять, что есть Бог, а сложнее всего все заповеди и то, как правильно себя вести и соблюдать его заповеди, что это нужно спустить на сердце. Вот здесь возникают затыки, и лихаем, лихаем, я вам всем желаю, чтобы вам всем это давалось максимально легко. В следующий раз мы продолжим что? В следующий раз будет мое любимое... Я думаю, оно будет последним. В смысле, в следующий раз у нас будет... Сейчас будет занятие по Хануке, не от меня. Следующее занятие у нас будет в четверг по Хануке, а потом уже после всей Хануки у нас будет последнее занятие. Вот, я думаю, по... Может, последнее, может, предпоследнее по этой теме. это доказательство из выгоды. Наверное, мое самое любимое, эгоистичное доказательство Бога. Очень интересно, думаю, вам очень понравится. Отлично, спасибо. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо тебе большое. Все остаются на этой ссылке. Сейчас перерывчик, и продолжаем мы здесь же. Надеюсь, вам что-то запомнилось, что-то понравилось. Запись я записал, я кину, вы сможете переслушать, пересмотреть. Думаю, мозг может повернуть прямо вот эти идеи, могут мозг конкретно перевернуть. Все, всем большое спасибо. Спасибо.